Привет дорогие зрители! Сегодня покажу как я копчу кролика методом холодного копчения с помощью демогенератора. На эту продукцию есть спрос, а это всегда надо использовать, но о рентабельности чуть позже. Я предпочитаю именно холодное копчение, горячее не использую вообще. Тут конечно есть много споров, но я достаточно изучив вопрос для себя сделал выводы и считаю, что холодное копчение это более безопасно, ну естественно при правильной подготовке и оборудовании. На мой взгляд больше полезных веществ остается в пище, меньше канцерогенов собирается, осаждается на пище, ну и дольше хранится, будь то мясо или рыба, неважно. Отличия методов прежде всего конечно же в температуре, методе подготовки продукта, ну и времени копчения. Итак, для холодного копчения я использую дымогенератор с конденсатоприемником обязательно и шкаф для копчения от компании Хобби Смок у меня. Все в одном комплекте, сначала думал сделать сам, но понял, что либо одно, либо другое. Я выращиваю животных и произвожу готовый продукт и реализую его с приличной добавленной стоимостью. А вот оборудование для производства лучше я куплю. Это, ну это правильно, потому что тратить время на его какое-то изготовление, это значит провалиться где-то по другим направлениям, по основным своим направлениям. Лучше я куплю готовое комплексное решение, которое взял и все, можно работать. Это уже начинает приносить прибыль давать готовый продукт. Ну а спрос на такой продукт в московском регионе точно есть. При том, что ну вот просто мясо кролика тушкой сейчас просело, а вот готовый продукт, с которым уже не надо возиться, пусть он и гораздо дороже, но его берут и это позволяет компенсировать вот этот провал. Ну что делать, время непростое, надо искать и использовать любые варианты. Клиенты, которые знают, что это холодное, честное копчение при низкой температуре, ну то есть по сути холодным дымом, и люди, которые любят именно копченые продукты, они становятся постоянными клиентами. Они знают, что это не отрава типа жидкого дыма, где одни вредные вещества, это не горячее копчение. При холодном методе вредные вещества, они оседают по пути, ну в данном случае, вот в моем оборудовании это конденсатоприемник, он же охладитель, это необходимая ступень, я считаю, тот же бензопирен, это уже, ну он не достигает опасных концентраций, ну это уже физика процесса, неважно. Почему раньше копчение подобное организовывали на склоне, внизу делали очаг, жгли, соответственно, дерево, ветки, от этого очага с уклоном вверх шел в земле, ну либо такая, на радиолус или кирпичный канал метров десять до емкости с продуктами, с рыбой, с мясом или сырами. Дым от огня поднимался по этому длинному каналу, остывал за это время, пока двигался, вредные вещества, соответственно, оседали по мере остывания дыма в канале, а дым уже достигал продуктов очищенным, по сути. Конечно, копченостями злоупотреблять не стоит, но в то же время и зачем себе отказывать в удовольствии, почему бы себя не побаловать. Это просто вкусно, тем более, если это приготовлено своими руками из понятной продукции животноводства. Если уж сравнивать с теми копчеными продуктами, которые зачастую нам продают в магазинах, где чаще всего процесс копчения вообще отсутствует, часто копчением пытаются спасти тот же залежалый товар, довольно часто просто идет обработка ароматизаторами, да и все, никто даже ничего не коптит, просто каким-то жидким дымом обработали и все. Так что свой продукт, где вы сами контролируете и качество исходного сырья, и подготовку, тот же маринование процесс, использование нитритной соли, в частности, я, например, никогда не рискую с пищевыми продуктами. Но о рецептах мы еще подробно поговорим, если будет интерес зрительский, я расскажу подробно. Вот так выглядит дымогенератор с коптильной емкостью от компании Хобби Смок, которую я использую в сборе. У меня полный комплект. Я сначала думал делать себе большой такой комплекс, типа барбекю из кирпича, ну как это модно такое напыщенное сооружение, с коптильными всякими каналами там и так далее. Но изучив вопрос, я выбрал вот такой вот практичный вариант, холодный дым и полностью готовое решение из коробки. Заказал все сразу, сборка всего оборудования буквально за час, все собрал, никаких сложностей не возникает. В принципе, больше ничего не надо. В комплекте дымогенератор, конденсатоприемник, он же охладитель, компрессор, который обеспечивает принудительную тягу, и ящик коптильня. Плюс пьезозажигалка и опилки на первый пробный запуск, также есть в комплекте. Ну и подробный буклет с рецептами для копчения. Ссылку на комплект дымогенератора я оставлю в описании под видео. Почему готовое решение? Почему сам не стал что-то мастерить? У меня просто часто не хватает времени, поэтому это решение как раз для меня. Собрал, засыпал опилки и все, процесс уже пошел. Без строительно-монтажных, сварочных и прочих-прочих работ. Это же все еще надо рассчитать, надо, чтобы это все работало. Поэтому нет, я выбираю готовое решение. С учетом того, какую прибавочную стоимость имеет итоговый копченый продукт, именно уже по реализации, затраты на оборудование, на мой взгляд, более чем оправданы. Именно для меня, в моих условиях. В московском регионе тушка кролика стоит 550-600 рублей в розницу. А копченые, например, задние ножки кролика в два раза больше. В два раза. Вот и считайте. То есть с двух-трех загрузок вот этой коптильни стоимость ее отбивается. Как я готовлю кролика к копчению? Я использовал для копчения этого вида мяса кролика два рецепта. Подробно о них постараюсь снять отдельное видео, если будет интересно. Но общий принцип такой. Разделываем тушку. Основной спрос на копченые задние ножки кроликов. Это вот такой деликатес. И плюс сама тушка, поделенная пополам. Передние лапки это, на мой взгляд, так. Для себя можно оставлять. Это можно использовать как пробник. Мяса немного, поэтому... Хотя многие ребрышки любят. Я, например, не очень это люблю. Я их копчу только для себя. На закуску. Вот именно передние лапки. Основной именно продукт. Это, конечно, в идеале реально дорогой продукт высшего качества получается. Если специально коптить задние ножки кролика и мясо со спинки. Получается как балык по вкусу. Очень вкусненько. Тушку разделали. Сразу убираем пленочки лишние, жилки. Все-все лишнее убираем. Лишний жирок я также срезаю. Он ни к чему. На мой взгляд, на мой вкус. Затем маринуем мясо. Первый способ это холодный посол. Второй горячий маринад. Для посола я использую крупную морскую соль и нитритную соль в расчете 50 на 50. На каждый килограмм кролика 25 грамм соли. Это если мы считаем от 100 миллилитров воды. То есть на 1 килограмм я добавляю 100 миллилитров воды или 200 миллилитров воды. Это в зависимости от моих предпочтений. Соответственно, если 200 миллиграмм воды, соответственно, и соли кладу в 2 раза больше. Не 25 грамм, а уже 50. И один к одному нитритная соль и обычная каменная. На кастрюлю с 4 килограммами продукта, мяса, я добавляю пачку сухого чеснока, лавровые листики, несколько штук. Также перец черный горошком по чайной ложке на каждый килограмм мяса. Можно добавлять кориандр сухой, базилик. Тоже по одной чайной ложке на килограмм продукта. Но сильно заморачиваться с пряностями, на мой взгляд, не стоит. Так как дым перебивает их. Ну, только внутри остается такой еле-еле какой-то уловимый след. Да, и по чайной ложке сахара также на килограмм кролика добавляем в этот маринад. Главное тут, конечно, соль и вода. То есть, если мы берем 20% воды от веса продукта, соли берем 5%. Вот такая пропорция. Соль нитритная и каменная в сочетании один к одному. Я всегда применяю нитритную соль в работе с мясом. Ботулизм, токсины – это слишком серьезно, чтобы этим пренебрегать. Речь о здоровье людей, поэтому я никогда не рискую. Те, кто не использует этот несложный ингредиент, нитритную соль при работе с мясом, либо не очень представляют последствия, либо очень рисковые люди. Мариную кролика я не менее трех суток в этом маринаде. Под гнетом, в прохладном месте. У меня это подвал, погреб, температура в диапазоне 5-7 градусов. У меня там держится. После трех суток нахождения в маринаде я достаю мясо, смываю лишнюю соль, специи и вывешиваю на просушку. В специальной комнате, помещении. Ну, надо будет, конечно, сделать на воздухе для летнего такого просушивания камеру побольше. Ну, пока вот у меня используется специальное помещение для просушки. Мясо перед загрузкой в коптильную камеру должно обветрить. Но для кролика мне не нужен серьезный закал. Это, ну, так называется, когда продукт при проветривании покрывается как бы такой корочкой. Довольно серьезный. Поэтому ставлю в эту комнату, там, где проветривается мясо у меня. Я не мощный вентилятор, а такой легкий ветерок. Вот у меня есть такой небольшой, маломощный, но достаточно создает движение. И как раз мясо именно обветривает, а не так, не сильно заветривает. Для кролика, на мой взгляд, это оптимально. То есть закал здесь не нужен сильный. Примерно полдня у меня идет просушка. Поверхность мяса перед копчением должна быть сухой. То есть лишней влаги на мясе не должно быть. После просушки загружаю коптильную камеру нашим кроликам. Я копчу сейчас в готовой камере. Хобби Смоук. Мне пока хватает. Но, возможно, в будущем буду как-то ее расширять. Это камера из фанеры. И если бы дым был горячий, это было бы нехорошо. Но поскольку дым из дымогенератора холодный, а он реально холодный, особенно после конденсата приемника, охладителя, то никакой опасности нет. Все смолы, клей выделяются только при высокой температуре. А у нас дым всегда холоднее 30 градусов. Загружаем щепу в дымогенератор. Для кролика оптимально ольховая щепа, на мой взгляд. У меня есть и яблоня, и вишня. Но это все-таки для других продуктов. Больше подходит для кролика. Я рекомендую коптить именно на ольхе. Щепа сухая. Этот вид копчения происходит без замачивания щепы. Подключаем к дымогенератору Хобби Смоук компрессор. Все входит в комплект. Не надо ничего дополнительно покупать. Только щепа, как расходник, докупается. И все. Компрессор сначала ставим на максимум. Поджигаем щепу. Сразу дым пошел в камеру. Первое время компрессор работает на максимуме. Потом его мощность можно убавить. Вот такая работа системы. Дымогенератор обеспечивает камеру постоянным дымоснабжением. И у нас происходит копчение. Каждые часа четыре я проверяю работу. Наличие щепы. Как горит. Сколько дыма. Я копчу кролика не менее двух суток. С перерывами. То есть режим работы дымогенератора часов в восемь примерно у меня получается. Потом отдых. Мясо проветривается. Прям в камере в этой. Тоже часов пять это происходит. Потом снова восемь часов дымим. И так до готовности. По внешнему виду можно определить. Но не забываем, что нитритная соль сохраняет довольно яркий цвет мяса. Поэтому ждать, что мясные волокна станут как вареные копченые не стоит. Итоговая продолжительность копчения зависит еще и от размеров продукта. Кусков мяса. Понятно, что нарезанное кусками, пластами мясо быстрее будет готово. Передние лапки тоже быстро готовятся. Задние подольше. Ну а тушка целиком готовится довольно долго. После холодного копчения мясо переносится для проветривания. Опять же в камеру. И сутки лучше, чтобы оно обдувалось, проветривалось. Чтобы ушел вот этот острый дымный запах копчения. Ну остался такой приятный аромат. Ну вот где-то сутки у меня уходит на проветривание. После проветривания продукт уже готов к употреблению. Может уже достаточно долго храниться в холодильнике. Но я еще упаковываю готовый продукт в вакуумную упаковку. Как раз мой ручной упаковщик из Китая здесь очень помогает. За одну загрузку вот такой стандартной камеры Хобби Смоук у меня получается 7 килограмм готового продукта кролика. Итоговый продукт имеет вкус, на мой взгляд, похожий немножко на балык. Мне нравится. Люди тоже хвалят, просят еще. Но я продолжаю пробовать, корректировать рецепты копчения. Это процесс такой творческий, кулинарный. Ну, как видите, при наличии оборудования нет ничего сложного в этом домашнем холодном копчении. Ссылка на дымогенератор Хобби Смоук в описании. Можете посмотреть, кому интересно. Спасибо за внимание, друзья. Всем всего наилучшего. Приятного аппетита. Если будет интерес к подобным кулинарным изыскам, пишите в комментариях. Я обязательно покажу подробнее рецепты. Возможно, процесс, если будет интересно. Ну и до новых встреч на канале Фермер-Одиночка. 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 Продолжение следует...